1 октября – Международный день пожилых людей. Сначала этот праздник стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов прошлого столетия уже во всем мире. Его учредили для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей пожилого возраста, изменить отношение к старости, улучшить качество жизни пенсионеров. В нашей стране этот возраст для мужчин наступает в 60 лет, для женщин – в 55. В России проживает более 42 миллионов пенсионеров. Это практически 30% населения страны. В момент выхода на пенсию у человека возникает много вопросов, и зачастую, не найдя на них ответы, он испытывает сильнейший стресс. Большая часть жизни уже позади. Трудовая деятельность тоже. Дети выросли. Материальное положение меняется не в лучшую сторону. Многим требуется социальная поддержка в самом широком смысле слова. В России насчитывается больше тысячи стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В Чебоксарах в 2013 году все центры помощи пожилым, семьям и детям объединили в один комплексный центр. Сотрудники отделения в Новоюжном районе за несколько лет разработали десятки кружков по интересам и более 10 социальных программ. Детский сад для пожилых. Арт-терапия очень сильно развит. Это кукольный театр. Совместно взрослые дети у нас играют. Дом-мод «Жемчужина». То есть наши бабушки сами своими руками придумывают из подручных материалов различные там шляпы, платья и сумочки. И, конечно, еще одна такая интересная очень программа у нас – «Экспресс-бабушка». Это бабушки-волонтеры ухаживают на волонтерской основе, на бесплатной основе за маленькими детьми из многодетных семей, где семья одинокая, мама живет, где дети инвалиды. Комплексный центр предоставляет все формы социального обслуживания – стационарное и дневное пребывание, обслуживание на дому. За 9 месяцев этого года более 32 тысяч жителей Чебоксар получили 312 тысяч различных видов социальных услуг. Кроме этого, в центре действует физкультурно-оздоровительная программа. Бабушки и дедушки занимаются гимнастикой и скандинавской ходьбой. Когда смотришь, 80-летняя бабушка садится на шпагат, наверное, только глядя на это нужно радоваться, что такие учреждения сегодня есть. Тем более наши пожилые дома уже не хотят сидеть. Они научились уже организовать свой отдых, заботиться о своем здоровье. В центре созданы все условия для комфортной жизни – тренажерный зал, музей, молельная комната, комната отдыха, концертный зал. В творческой мастерской происходят чудеса. Бабушки и дедушки ловко превращают кусок глины в красочных дымковских птиц. Полоски бумаги в неповторимый натюрморт. Маргарита Ильина живет в центре почти 11 лет и по состоянию здоровья не может вести активный образ жизни. Она признается, что пришла сюда сама и уходить не собирается, несмотря на то, что у нее есть дом и семья. За ее плечами долгая жизнь, полная событий. До сих пор волнуется, когда вспоминают встречу с другом детства Адрианом Николаевым после его приземления. Он вместе с делегацией приехал на экскурсию на завод, где работала Маргарита. Они прошли в калейдор, я его увидела. И он меня увидел, я говорю, Рита, ты, ты, я, конвейер длинный, а что проходить? Я через конвейер перепрыгнула, мы обнялись. Ко дню пожилых людей комплексный центр социальной защиты готовит масштабную программу, в которой смогут поучаствовать все желающие. Это встречи с ветеранами, выставки, музыкальные поздравления, благотворительные акции и многое другое. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.